Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому небезразлична судьба музыкального театра. Новая книга «Краткий курс оперного безумия» уже продается в книжном магазине «Москва» на Тверской улице. Этот магазин осуществляет ее доставку по стране. Но можно заказать и у меня. Уже многие оценили, как удобно и дешево получать краткий курс через постаматы Сберлогистики. Тем более, что я объявил акцию к Всемирному дню оперы «Доставка Сберлогистикой двух любых книг» бесплатно. Кстати, и конец прекрасной эпохи я обновил, ведь за время пандемии нашлись утерянные давным-давно интервью Дмитрия Хворостовского, Ольги Бородиной, Галины Горчаковой. Кому интересно, пишите в личных сообщениях на Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме. Давно мы не разыгрывали ничего на канале, и я напоминаю, что приветствую умные и остроумные комментарии. За что москвичу подарю билет на оперу «Садков» в Большом театре 26 ноября, а еще один приз – свою книгу отправлю в любой город России. Кстати, уже приближается определение счастливого обладателя еще одного приза. Его получит один из тех, кто подпишется в ближайшие дни на канале в Ютьюбе, ведь мы подбираемся к 20 тысячам подписчиков. Сейчас нас почти 19 800. Приз – это две книги, поэтому зовите своих друзей, чтобы потом поделить приз поровну. Чтобы участвовать в розыгрыше, надо быть подтвержденным подписчиком Ютьюба, иначе я вас просто не смогу идентифицировать. Еще в марте я планировал в конце октября полететь в Париж, чтобы увидеть возобновление «Снегурочки» римского Корсакова в версии Дмитрия Чернякова. Этот спектакль я видел на премьере три года назад, и он мне показался интересным. А оттуда я намеревался перелететь в Вену, где вторую жизнь должен был обрести Евгений Онегин, спектакль, к выпуску которого в Большом театре я имел непосредственное отношение в 2006 году. Всю непростую ситуацию вокруг этой постановки я рассказал в своей книге Дмитрия Чернякова «Героя оперного времени». Сегодня только скажу, что через 14 лет становится особенно понятно, что это не только выдающийся спектакль, но и лучший оперный спектакль России первых 20 лет 21 века. Поэтому, когда он начал прозябать в репертуарной системе Большого театра, мне было очень больно за этим наблюдать. Уже при Урине пять лет назад была предпринята попытка реанимировать его, пригласив молодых артистов, среди которых были Асме Григорян, Богдан Волков. Но из этого тоже мало что вышло. Витальная Григорян совершенно не вписывалась в общий контекст, остальным тогда просто не хватило опыта. Потому что в этом спектакле невозможно играть, в нем можно только жить. Кстати, по этой причине, посмотрев трансляцию из Вены, я все равно считаю, что лучше смотреть запись того старого спектакля, осуществленную, кстати, во время гастроли Большого театра в Париже. Сегодня спектакль оброс каким-то невиданным количеством лжи. Противники режиссеры рассказывают с выпученными глазами о том, что в Онегине все бухают водку из горла, что под столом валяются пустые бутылки. Дочь Примадонны, ахаявшей премьеру спектакля, на полном серьезе говорила мне о том, что там все сидят на унитазах. За этими народившимися апокрифами теряется главное отличие этой постановки от всех других. Впервые на сцене была четко отражена линия взаимоотношений Татьяны Еленского. Об этом написано очень много, но ни в одной известной постановке режиссеры не обращали внимания на эту очевидную в партитуре связь. В спектакле Чернякова мы ощущаем физически, что это опера о Татьяне Еленском, о людях, которые выпадают из социума. Их участь на себя примеряет Онегин в финале. В операх Чайковского по Пушкину режиссеры любят часто поговорить о возвращении Чайковского к Пушкину. Особенно, конечно, касается «Пиковой дамы», но и Евгения Онегина тоже. Вот только возвращать не стоит. Петр Ильич хоть и любил Александра Сергеевича, но часто смещал многие акценты, как всегда рассказывая с помощью музыки о большой и пылкой любви. Казалось, все музыковеды и музыканты должны были оценить старания Чернякова по воплощению этого композиторского замысла. Но этого не произошло в первую очередь потому, что режиссер выбрал довольно абстрактную форму самовыражения. В ней заведомо не было временных деталей. История Онегина рассказана как типично русская история. Действия спектакля смело можно отнести и к чеховским временам, а можно и к послевоенным годам. Черняков создал на сцене два четко ограниченных мира. Мир дома Ларина и мир столичного Бомонда. Два герметичных павильона уже одним своим видом создавали полное впечатление разных планет. По-домашнему уютный Ларинский дом украшала старая семейная мебель, а светлый цвет стен напоминал об уюте, звал присесть за стол и отведать хозяйских угощений вместе с другими соседями, простыми деревенскими обывателями. Краснодеревная роскошь петербургского бала отталкивает с первой секунды, а здешняя публика очень точно копирует повадки и ужимки гламурной столичной тусовки. И как хорошо для этого подходит вечно купируемый хор, обсуждающий Хонегина перед выходом Татьяны. Главный герой этой оперы, конечно же, Татьяна. Аутичная девушка, которую никто не понимает в этом витальном и жарком женском доме, где мамаша любит выпить рюмочку-другую ликера для храбрости и посмеяться. Почему-то эти живые черты характера Лариной вызывают особый гнев критиков. Где няня скорее родная бабушка, чем крепостная, и она единственная пытается понять, что происходит с Таней. Где женщины поют либо о потерянном мужском внимании, либо о неприкрытом желании дождаться этого внимания. Как в обычных бытовых историях, которые происходят вокруг нас сотнями, становится очевидно, что Татьяна могла бы стать возлюбленной Ленского, такого же сельского отшельника, поэта-романтика, которого никто из окружающих тоже не понимает. Тогда все было бы иначе. Но в Ленского вцепилась Ольга. Девушка неумная, сильно озабоченная за мужество, поэтому и сконцентрировавшая на нем все свое женское обаяние. Это часто бывает с поэтами. Ленский просто не распознал своего счастья. Как и не распознала его Татьяна. Два этих человека, живущие в своем сознании, в ином измерении, не справились с миром здоровых, приземленных людей, прочно укоренившихся жизни, понимающих ее как примитивный механизм для достижения собственных удовольствий. Не зря же в третьей картине, когда Татьяна ждет Онегина с ответом на ее послание, весь дом, кажется, смеется над ней, следит за ней, вгоняет ее в краску. Герметичный мир Ларинского дома, в котором проходят все пять первых картин оперы, сконцентрирован вокруг большого обеденного стола. Вот символ русской жизни. За ним сидят гости, внимая простым бесхитростным радостям домашнего музицирования. Вот Татьяна, так и не покинувшая столовую, пишет свое знаменитое письмо, обращаясь к стулу, на котором сидел он. А в душевном порыве то резко сдвигает стол, чтобы устроиться перед стулом-фантомом, то залезает на стол, чтобы оказаться на уровне глаз человека, который изменит ее судьбу. Она все время говорит с ним, как с живым, но в своих мечтах. Буря в музыке будет поддержана, и бурей на сцене порыв ветра распахнет окно, возгласы Татьяны совпадут с треском взорвавшейся лампочки. Одно из сильнейших эмоциональных состояний спектакля. Стол будет занимать половину сцены и на Ларинском балу, чтобы сгрудившаяся перед ним массовка создала еще большее ощущение сдавленности, которое испытывает Ленский в момент, когда понимает, у него на свете нет никого. Бал у Лариных вообще решен как единая истерика Ленского. Он даже перебивает трике, чтобы самому спеть его куплеты на грани нервного срыва. Где Черняков отыскивает эти черты характера, которые делают героев его спектаклей живыми людьми, а не кривляющимися артистами? Ленский обречен не потому, что вызвал на дуэль Онегина. Рано или поздно он все равно погиб бы в этом обществе, довольных жизнью скотов, пожирающих торт, кружащих в пьяном вальсе до упаду, швыряющих черновики поэта. От отчаяния он начинает палить из ружья, и лишь Татьяна успокаивает его, просто погладив по щеке. Одна эта мизансцена стоит многих постановок оперы. Немаловажную роль играет стол и в сцене дуэли. Ленский вновь одинок, во время его арии служанки убирает посуду. Ленский даже нарядился специально нелепо в тулуп и ушанку, но все равно никому нет до него дела. Никто не слышит исповеди поэта, кроме совсем дряхлой, но элегантной старушки, старой родственницы или соседки, случайно забытой в доме Лариных. Она единственный слушатель излияния Ленского, единственный человек на земле в этот момент, который ему сострадает и переживает каждое слово его предсмертной молитвы. Конечно, такой тюфяк-аутист и умереть должен глупо, некрасиво. Так и происходит. Во время потасовки с Онегиным, который пытается отнять у Ленского ружье, он случайно нажимает на курок. Мощным выстрелом его отбрасывает на стол, где он мгновенно умирает. Но есть ли наказание страшнее смерти? Да, для Татьяны есть. Предавшая все свои принципы, изменившаяся после смерти Ленского, она решает жить как все. Ледяная атмосфера дома ее богатого мужа – это наказание за такое решение, и оно пострашнее смерти. Онегин, который неожиданно для себя начинает испытывать настоящие чувства, выглядит жалким и смешным. Напыщенный щеголь в безвкусном и дорогом пиджаке то спотыкается о толстый ковер, то сбивает с ног официанта с курицей на блюде, а когда решает застрелиться, то его пистолет дает осечку. На вопрос, могут ли сегодня выжить люди с набором нормальных человеческих чувств, режиссер отвечает отрицательно. Важная черта этой постановки оперы Чайковского в том, что Дмитрий Черняков оживляет картины русского быта не с помощью бытовых предметов, а с помощью живых людей на сцене. В этом смысле он мечта артистов, хора и меманца, ведь для каждого человека на сцене у него найдется своя маленькая роль. Служанки, соседки, аристократы. У каждого свой рисунок, свой характер, своя судьба. Кстати, скажу честно, именно эта часть венского спектакля мне понравилась меньше всего. В Большом театре и хор, и меманц работали четче, яснее. Спектакль создавался для определенных артистов, которые определили рисунок своих ролей. Поэтому так здорово, естественно, скажем, как верчение мадам Лариной на балу в Вене не получилось, как это было у Маквалы Касрашвили в спектакле Большого театра. Конечно, мне было непросто вчера смотреть трансляцию. Я знаю спектакль почти наизусть. Сидел даже на репетициях, смотрел, как он рождается. Поэтому у меня от вчерашней трансляции двоякое впечатление. Да и звук был очень плохой вчера. Просто диву даешься, что эта венская опера не может обеспечить технический уровень. С одной стороны, я был очень доволен, что спектакль вновь живет. Он достоин того, чтобы его увидели как можно больше людей. Тем более, что в Вене шла просто непотребная постановка оперы Чайковского, сделанная специально для Хворостовского и Нетребка. Вот уж где было настоящее надругательство над русской оперой. С другой стороны, мне все время не хватало первозданности спектакля в деталях, в мелочах. И, глядя на Хелену Шнайдерман в партии Лариной, мне сильно не хватало Маквала Касрашвили. Да и Лариса Дедькова в партии «Няня» отставала от Эмы Саркисяна или Ирины Удаловой. Причем не только по рисунку роли. Вокально это тоже странно, особенно ее взаимодействие с дирижером Томашем Ханусом. Который, правда, убийственно медленно старался весь спектакль дирижировать, но еще и все время замедлял перед вступлением солистов. Иногда было очень тяжело. Вполне удачно выступил баритон Андре Шуэн в партии «Онегина». Хотя и ему не хватало, конечно, благородства Мариуша Квичиня, который пел у нас в Большом театре. Даже страшно подумать, что Квичиня уже объявила о завершении карьеры. Как же давно все это было в Большом. А не Горячевой не стоит петь этот репертуар, простите. Она все же лучше смотрится и слышится в «Моцарте и Россине». Хотя образ Ольги, в свое время невероятно точно созданный Маргаритой Мамхировой, для Горячевой не составляет никакого труда. Она все время углубляет его и иногда играет одной лишь приподнятой бровью, когда видит, как мамаша наливает себе вторую рюмку. Но Горячева вообще большая актриса. Ей ничего не стоит это сыграть. Именно поэтому я ждал от нее чуть-чуть больше. Богдан Волков, который уже потренировался в этой постановке в Москве, а после этого создал уникальный образ Гведона в брюссельском спектакле «Царь Салтан», окончательно освоился в стилистике Чернякова. От его истерики в сцене Ларинского бала захватывает дух. Его отрешенный монолог перед дуэлью становится явными плюсами венского возобновления. Думаю, что в ближайшее время режиссер не раз займет этого артиста с успехом осваивающего европейские сцены. Три месяца назад они с Шуэном пели премьеру в Зальцбурге, например. Ну, наконец, о главном. Австралийская певица Николь Карр влетела в спектакль в последний момент, но не потерялась в нем. Удивительно качественное исполнение для такого случайного попадания, который выдает только ошибки в русском языке, увеличивающиеся ближе к финалу. Актерские данные попадают идеально под выстроенный режиссером образ Татьяны, но сыграть в финальной картине напускную веселость ей все же не удалось. А там у Чернякова очень интересно выстроена попытка Татьяны скрыть истинное чувство. Интересно в этой картине и то, что режиссер намекает на первый вариант Чайковского, где Гремин застает Татьяну и Онегина. В партии Гремина достойно выступил Дмитрий Ивашенко. Легкость пения Татьяны, которую у нас не часто встретишь у исполнительниц этой партии, в России вообще в последнее время каждый ход наверх у певиц, исполняющих партию Татьяны, вызывает ужас. Николь Карр – талантливый человек. Каждый раз, когда я ее слышу, я в этом убеждаюсь. Ну и тут мне не хватило какой-то искры, которая сопровождала выступление в Москве Татьяны Моногаровой и Екатерины Щербаченко в этой партии. Татьяны Моногаровой Татьяны Моногаровой И все равно я очень жалею, что ситуация в мире не позволила мне съездить в Вену на этот спектакль, который был и остается важным в первую очередь для нашей культуры, ну и для меня лично, конечно. Онегин этот надолго еще будет эталоном, по которому мы будем сверять каждую постановку русской оперы. Русская опера, как никакая другая, требует от создателей, исполнителей неформального погружения в музыкальный мир композитора. Любая опера требует, это понятно, но русские оперы – это какая-то особая планета, и всегда больно видеть формальный подход постановщиков и певцов. А он у нас на каждом шагу. Вот теперь в Вене, я надеюсь, раз в сезон можно будет приобщиться к хорошему и настоящему, если границы, конечно, через год для нас откроют. Потому что то, чем заменили в Большом театре спектакль Чернякова, выглядит как пародия на мир вообще русского искусства. Венская опера продолжает транслировать свои старые записи, посмотрите по ссылке в описании, может еще что-то интересное для себя найдете. И мы ждем, конечно, долгожданную постановку «Пиковой дамы Чернякову» в мае в Париже. Трансляция обещана даже в кинотеатрах. Спасибо, что сегодня вы были с нами, подписывайтесь на наш канал здесь и в Телеграме. Помните, что мы всегда говорим вам только правду. Мы экономим ваше время и ваши деньги. Будьте здоровы и до новых встреч на канале Сумерки Богов!